Девушки отдыхают Продолжим проходить Need for Speed Underground 2 Честно говоря, даже не знаю, что сказать Потому что видео я записываю в немного нестандартных условиях Как вы понимаете Я даже понятия не имею, когда это все закончится И когда выйдет следующая серия Потому что данная серия получается внеплановой И честно говоря, было сложно себе представить Что вообще такое может происходить в современном-то мире Я думаю, любой нормальный человек понимает Кто на кого напал и чем это может закончиться Надеюсь, все же поскорее найдут выход из этого творящегося ужаса Я свою позицию высказал Все, закрыли тему В общем, я надеюсь, что это все закончится очень скоро Потому что я хочу в нормальных условиях записывать видео А сейчас не могу гарантировать Что следующая серия выйдет хотя бы через 5 дней Или через неделю Я не знаю, когда это будет, серьезно Очень хотелось бы верить, что рано или поздно График наладится И мы с вами приступим к нормальному прохождению А пока что давайте приступим Пока у меня есть время записывать Пока, слава богу, ничего не происходит такого у меня В общем, давайте начнем Во-первых, вы мне много написали Спасибо вам еще раз огромное за ваши комментарии И, кстати, не забывайте про лайки Само собой, это всегда приятно В общем, был комментарий по поводу того, что Все машины в игре бесплатные То есть ты просто покупаешь со временем С каждым районом, да, или с каждым этапом игры Ты покупаешь себе новый слот Или тебе его просто дают Новый слот в гараже То есть ты можешь не переживать даже, сколько машина стоит Это круто К тому же Внедорожники, оказывается, нужны для гонок отдельных То есть для отдельных соревнований Это круто Я не помню, чтобы я вообще на них гонял Когда-либо Также Логов мне расписал полную регулировку И вы еще в комментариях говорили Что, чувак, ты вообще-то настроил машину только под Один тип гонок И работает она только там Так вот, наверное, в следующих частях я настрою В этой уже не буду париться, потому что Это будет очень долго А я хочу, чтобы была адекватная серия с прохождением гонок Я все это помню Будем регулировать Во всех типах гонок Особенно в дрифте и в дрэге Потому что там больше всего у меня было вопросов к стоковой регулировке Ну или к стоковым настройкам А еще я пропустил одну скрытую гонку Мне написали об этом Я хочу сейчас прежде всего Отыскать ее и пройти Чтобы потом уже не искать И чтобы я не забыл об этом Так, где она примерно находится? Надо поставить себе метку на карте По-моему, вот в этом районе Возле красного магазина Если я ничего не путаю А еще Можно, оказывается, этого котика разукрасить Не знаю, буду ли я этим заниматься в данной серии Я просто, оказывается, пропустил этот этап Можно было спокойно выбрать цвет Почему я этого сразу не заметил? Даже не спрашивайте Боже, вы видели это вообще, что с машиной происходит? И, честно говоря, ребят, мне очень тяжело Да, блин Это метка Точнее, стрелка Мне очень тяжело позитивно записывать ролик Потому что настроения никакущие Сами понимаете Но я буду стараться Я слышал, что в России отменили сейчас монетизацию То есть не показывается реклама для русскоязычных пользователей Именно из России Так вот, если вы хотите меня поддержать То смотрите это видео с VPN Само собой, вы понимаете, зачем Так, наверное, даже будет лучше Если с VPN смотреть Но это так Я вас не призываю Считайте, что у вас сейчас Типайт блока стоит Кажется, вот она Это кольцевой заезд Ты серьезно собрался ехать на этой помойке? Жалко даже обгонять такой экспонат Черт с тобой Давай деньги и постарайся не попадаться мне на глаза Ну, кстати, приз не такой большой Всего лишь 750 Казалось бы Если это скрытая гонка Как вы говорили То Не особо-то и платит Патрик, Спенсер и Майк Знаю я одного Спенсера Вообще, я обожаю серию Resident Evil Жаль, что восьмую часть я так и не проходил на канале Да с другой стороны, кому она интересна будет Очень ограниченному числу людей Потому что Все любят смотреть где-нибудь У крупных блогеров Так Воздушный мешок Я уже совсем все забыл Я даже не помню Какой у меня вообще Внедорожник В гараже, если честно Какой я покупал На выбор у меня там было их несколько По-моему, Escalade, да? Если я ничего не путаю Ну, короче Наверное, тюнить я его не буду Потому что Мне кажется, он и так Пригоден для тех гонок Которые заточены именно под него А там посмотрим Денег у меня, в принципе, хватает В случае чего Ну и к тому же Можно устраивать дуэли Мне сказали дуэли Ты можешь устраивать Пока у тебя не заканчивается этот этап После этапа появятся другие дуэли И возможно, что-то ты там уже не выиграешь Так что Это тоже нужно учитывать Я постараюсь Поучаствовать максимально Да вы издеваетесь Почему я нитро не использую? Так вам и надо Ну, конечно же, я с вами вместе попал Еще и все нитро потратил Но, наверное, я это уже не выиграю Вообще, я сейчас стараюсь По минимуму делать монтаж Потому что Времени у меня немного Есть на это Можно было еще раз не делать, да? Впрыск за кисть азота Это было лишним Ну что ж Буду знать Может, я это уже знал, конечно Но забыл Вы же понимаете Всякое бывает Не, ну в принципе У меня даже на высокой сложности Никогда особых проблем не было С гонками Мне почему-то до сих пор Пишут в комментариях Что, мол У тебя средняя сложность Проверь ее Я даже заходил Потом отдельно Проверял в меню игры Оно было на высокой сложности Потом заходил в карьеру Сюжетку Тоже проверял Перед гонкой Был высокий уровень Что вы от меня хотите? Это действительно Высокая сложность Может быть Какие-то патчи были На второй андеграунд И у меня просто последняя версия Где ботов по нерфили Такой тоже может быть Не отрицаю Ну вот Первое место Уже за мной точно Я думаю Правда этот поворот Мне явно не нравится Но вообще Самый жуткий И что это за слоу-мо? И что это было? Почему я на Низкой скорости Врезался И машина Тупо остановилась В ноль Так она еще Перевернулась И просто остановилась Еще перевернулась Чтоб меня максимально Могли догнать Короче При каждой аварии Надо просто использовать Сразу восстановление машины Ну то есть Кнопку R Считайте я только что Подарил им возможность Меня одолеть На последнем круге Почему бы и нет Ага Это Спенсер Или кто там Нет Мечтая Первое место Да Не ну Ладно Я Слил под конец Снова Спасибо Тупой машине Мне кажется Или Кольцевые заезды Стали посложнее Или это потому что Скрытая гонка Но опять же Оно никак не компенсируется В денежном эквиваленте Так Накопил ману Они толкаются Нормально Нормально Не могут честно победить Это наверное Самая сложная гонка Которая у меня вообще была Во втором андеграунде Просто потому что Я уже третий раз Переигрываю И чувствую Это не предел Я уже наверное В следующей серии Настрою Машинку Под все типы гонок Потому что В кольцевой У меня сейчас Стандартная настройка Ну то есть Сток Конечно Он совсем Неплохой То есть Сток У данной машины Если просто Ты ее прокачиваешь Новыми деталями На нем Можно спокойно Проходить игру Никто Не заставляет вас Именно заниматься Этой регулировкой Но это я делаю В целях Такого Изучения Ну да Снова машина Которую не объедешь Лучше я сделаю И так Он еще и врезался Отлично Все продумано Да вообще Учитывая Как я нитро Использую редко Может быть Именно из-за этого Чаще всего Сливаюсь Тут еще Какое-то Странное Условие Получения Закиси азота Когда В притирку Проезжаешь У трафика Надо чтобы И они ехали быстро И ты Вот это вот Условие Должно Обязательно Соблюдаться Иначе Нифига Так Ну в принципе Да С третьего раза Было сложно Если это Скрытая гонка То Как бы да Она Только что Была пройдена О еще деньги Наверняка Я их пропустил Потому что Видел на записи Что несколько Моментов Были упущены Я проезжал Мимо денег А это что за Гонка Так подождите Это спринт Да Не что это Да спринт Давайте я его выполню Потом Сменю машину На внедорожник И будем на нем Уже проходить Почему это Мышка Или это не мышка А Мне показалось Что сверху Это кусок Курсора А это Светофор Так Нигель Или как его Правильно Слышал Здесь сейчас Будет гонка Проваливай Или плати бабки И вставай на старт Тоже мне Проваливай Ты знаешь Кто я такой уже Скоро Третий этап Будет Но я не буду Сейчас проходить Профессиональную лигу Потому что Для нее Надо во первых До нее точнее Нужно подготовиться Пройти все Оставшиеся гонки Чтобы Они не исчезали Хотя писали Что вроде как Они не исчезают Но дуэли Например Они меняются На третьем этапе За дуэли Будут выдавать Другие призы И может быть Некоторые из них Я уже пропущу Некоторые из тех Которые были На втором этапе Я не буду Никуда спешить Второй андеграунд У нас и так Растянется Как мост вон Наверное А может и больше Почему я не могу Никого догнать Прямо со старта Эм Что это было Они избили Какой-то знак Но я его не видел Дорогу чемпионам Да Что это за баги Вы видели да На этот раз Я уже заметил Этот знак Который они сбили Но при этом он Вот у меня нормально Улетел Просто в воздух А у них По земле Катиться начал Какие-то они жесткие Или это я просто Разучился Гонять За это время За Сколько там 11-12 дней С последнего видоса Да Я тоже сначала Подумал Лучше я поеду Налево Прямо за ботом Боты ведь Не глупые Ну Естественно Они конечно Все врезались Но чувствую Что это мне не поможет Никого уже Не догнать Вот одна машина Которая просто Портит все А Они просто Нитро Используют На старте Поэтому Отрываются Я не буду Использовать Их трюк Потому что Нитро Мне пригодится Когда Буду Врезаться В кого-нибудь Они Повороты Плохо проходят Это плюс Я ведь могу Проходить Повороты Без ручника Да что это за Странные Эффекты В Мост вондете Как-то вот Они сделаны Ну да Мост вондет Вышел позже Но все равно Они сделаны Как-то Понятней Что ли И правильней Больше всего Меня конечно Физика Бесит Когда Врезаешься В машину И ты Начинаешь Тупо Летать Это Ненормально Что если Сразу Отсюда Поехать Действительно Почему я Там Пытался Направо Поворачивать Вот же Даже Ручник Не надо И Машина Опять-таки Едет Отсюда Хорошо Что я Уже К этому Был Более-менее Готов Может Действительно На высокой Сложности Просто Трафика Больше Такое Бывает О да Ну конечно Конечно Они сейчас Спокойно Меня уделают Под Конец Им Не мешает Ничего Скрытый Путь Был Точнее Срезка Или Нет Ну Короче Со второго Раза У нас Сегодня Гонки С первого Раза Не проходятся Но чувствую Что на внедорожниках Мне будет Попроще Есть такое Подозрение Потому что Во-первых Там сток Значит и противники В стоке Должны быть Во-вторых Ну Гараж должна Как-то тебя научить На них ездить Хоть как Так 6272 У нас уже Есть Если что Можно будет Спокойно Прокачать себе Эскалейт Давайте я сразу Перейду в гараж Надеюсь я могу Выбрать Да У нас Кадиллак Эскалейт Я вспомню Хотя я в принципе И так говорил Что он у нас был Я Изначально Догадывался Что Покупал Именно его Боже Какой он Медленный Это Получается Нужно заезжать В каждый Магазин И прокачивать Его А какие Гонки Доступны Гонки На джипах Наверное Вот оно Оранжевое Но в идеале Его бы Стоило прокачать Сначала Хотя Разгоняется Довольно Неплохо И это В стоковом Состоянии Но его Заносит Мне кажется Да Я это Прямо Чувствую Кошмар Ну хорошо Давайте Просто заеду И посмотрю Что это Такое Если Ничего Не будет Получаться Само Собой Прокачаем Его Потому что Недорожники Я вообще Не пробовал Даже Не знаю Как они Рулятся В андеграунде Втором Но Мне кажется В стоке Он быстрее Чем Что у нас Там было Тойота Королла Да В стоке Она была Медленнее Хотя Это Логично Все Таки Эскалейт Открылся Уже После Начала Игры Это Я по идее В дуэлях Могу Участвовать На нем Но Кого Я Смогу Удалить Так Вот Она Дэн Как Это Штукомина Называется Ведро С гайками Не иначе Не Браток Неправильно Ящик С болтами Называется Ребята Посторонитесь Пустим Этого Дурачка На трассу Пусть Повеселит Общественность Ну У вас Ведь Тоже Внедорожники У кого Смешнее Будет Да Битва Титанов Ну Кстати Вполне Неплохо Они едут На равных Со мной Значит У них Сток Боже Да Уйди От Мне Мне показалось Что там За текстурами Деньги Были Думаю Ничего себе Как я их Достану Ооо Поворот Это Это не мое Точнее Не ее Повороты Это не ее Так Там была Срезка Я конечно же Напрямую Не поехал А и зачем Я любитель Вот так вот Поворачивать В занос Ну короче Вот как раз таки Кадиллак Стоило бы Подрегулировать На специальном стенде Как мы это делали С короллой Которая Которая в принципе В этом не нуждалась Ну вот что это за Заносы На нем лучше В дрифт Гонять Чем В кольцевые заезды Которые он не может Нормально проезжать Посмотрите на это Чуть что Его сразу заносит Да не Наверное Я даже первого И уже не догоню Меня последний Догоняет Который был Черт знает где Чтоб вы поняли Я сейчас нажимал Кнопку поворота Влево Она не нажималась Или нажималась Но машина Никак не реагировала На это А хотя Я их догоняю Вот это Поворот Я прямо Чувствую Как Прилагаю Максимум Усилий Для того Чтоб машина Вообще Поворачивала Но смотрите Как на заносе Проходить надо Вот так А Но они все равно Лучше поворачивают Да Этого у них Не отнять Так Срезка Я еду за тобой Дружище Они все едут По этой срезке То есть Короче Только я был Дурачком На первом круге А Нет Не я Точнее Не только я Один Кто там у нас На последнем месте Кто Джек Я не увидел Блин Я хочу узнать Кто это Вот это да С такими Характеристиками Я конечно Смогу побеждать Как его догнать Если на поворотах Моя машина Просто ничего не может Может быть Стоило выбрать Ай Другой внедорожник Какие там вообще были Может хаммер Надо было взять Стать Хаммер Хаммер неплохой Эту машинку Можно было бы Например Обменять Или продать И взять хаммер Ну пожалуйста Скажите что Еще есть шанс Его догнать Не хочу Переигрывать Эту гонку Я знаю что Наверняка Можно Одолеть Его Как же я буду Близко Если Если я проиграю Ну да Я проиграю Однозначно На втором месте Но я знаю Что это возможно Может быть Не на данной тачке Может быть Кадиллак Это вообще мусор А не Джек А Джесс Я читал его Как Джек Тот который Решил не ехать По срезке Повторил Мой легендарный Путь А что если Да Сбрасывать скорость Просто не уходить В занос Пока что я На первом месте Даже Надолго ли Да что это Я понимаю Что можно Выключить эту камеру Чтобы не показывало Эффекты Когда ты прыгаешь Или врезаешься Но Я уже к ней привык Просто иногда Она творит Странные вещи О да Вот это занос Вот тут вот Надо как-то Ну хоть так Чтоб в стенку Не врезаться Как же они близко На стоковых Внедорожниках Гоняемся Все равно Они меня обгоняют Конечно Пробуй поверни В таких условиях Вот воздушный мешок Он вообще мне помогает Скорее Он увеличивает скорость Но как только Дело доходит До поворота Считайте Что он бесполезен Даже наверное Мешает больше Вот смотрите Его занесло Но он при этом Все равно нормально едет У них там Авторегулировка Стоит какая-то Может включить Систему стабилизации Она ведь отключена По умолчанию А то наверное Я испытываю Еще больше Хардкор И скорее всего Она выключена Потому что у меня Стоит Высокий уровень Сложности Который вы не хотите Признать Он ведь Высокий Действительно И может быть Из-за этого Система стабилизации По умолчанию Отключена Но опять таки Почему изначально Я ведь ничего Не настраивал Изначально Выставлена Высокая сложность Потому что В первых патчах Возможно Не было даже Выбора сложности А меня еще Кстати Всегда поражало Почему многие В мост вонде Искали уровень Сложности Оказывается Потому что В первых Двух андеграундах Был выбор А в мост вонде Его нет Почему эта песня Тоже напоминает Что-то из мост вонде Я уже конкретно Соскучился По нему Видимо Ну боже мой Опять меня Кто-то обгоняет На этом повороте Долбаном И теперь Уходит в отрыв Конечно Как только я пойму Как проходить На долбаном Кадиллаке Этот поворот Последний Я думаю Что Получится победить С первого раза Ну как с первого С первого уже не получится Но Без рестарта В дальнейшем А прикиньте Я возьму себе Хаммер Допустим Да Вот после данной гонки А он будет еще хуже Или например Он будет поворачивать Лучше Но скорость будет В полтора раза меньше К примеру Шила на мыло Очень боюсь Что будет именно так Почему на первом круге У меня проблем нет А на втором Вот такая вот фигня Я даже сейчас Пытался Что это было Ладно Я надеюсь Что еще есть шанс Я пытался пройти Поворот адекватно Но он повернул Еще лучше Так Есть шанс Есть шанс Жри пыль Вы посмотрите Ему все равно Что я его толкаю Давай еще машина Перевернется Вот это будет весело Еще чуть-чуть Хорош Все 3.20 Но это было мучение Считайте я проходил Эту гонку Три раза Навигатор Ух ты Эми на навигаторе была Начать сначала Нет спасибо Мне хватило Это единственная гонка была А Еще две таких Даже не знаю Стоит ли на нем Дальше продолжать Ну хорошо Почему спутники Не найдены Потому что я типа Не на дороге стоял И главное Платит-то за них Совсем мало Потому что я получил Всего лишь 300 баксов И я тоже была Кольцевая Между прочим Еще ни разу В нашей гонке Не участвовали Экспонаты Из музея истории Автомобилестроения Добро пожаловать На трассу Вам помочь Доставить обломки Обратно в музей После заезда Боже Как же они меня троллят Наверное Просто уничтожают Морально Странное начало Было Ну ладно Даже этой девушки Не было Которая объявляла О да Кстати Вот Хаммер участвует Я за тобой Слежу дружище Если будешь Хорошо гнать Может быть Я и задумаюсь Данная кольцевая Все таки Поменьше Наверное Чем предыдущая Хорошо У меня принципиально Сток И машину Я пока не меняю Попробуем Выжать максимум Вот смотрите Идеальный поворот Для Кадиллака Вот так вот Надо его проходить И уходить В дичайший Занос Хорошая попытка Меня развернуть Дружище Но я уже опытный Три раза слил Или сколько там Два или три Не важно Короче Хорошо что барьеры В данной части Все таки Не прозрачные Что я могу Использовать их Как стенку На внедорожниках Это самое то Да Боже Я не знаю Как я буду Его догонять Вроде скорость У меня неплохая Но я же Сбрасываю ее Очень сбрасываю Когда Начинаю поворачивать А Карви Между прочим За мной едет Он не на первом месте Так что Я знаю Кого мы будем После этой гонки Выносить Чьи обломки Будем Собирать И потом Выбрасывать Так Снова этот Поворот Который Просто Невероятно Тяжелый Его невозможно Пройти Ну по крайней мере На кадиллаки Они как-то Как будто Прилипают К Трассе И их Не заносит Я их Догоняю По прямой А на поворотах Вообще ничего Сделать Не могу Наверное Это худший Был Выбор Из всех Внедорожников Но посмотрите Это нереально Или наверняка Нужна регулировка Я даже Не буду спорить Скорее всего Она Имба Для внедорожников Да сколько Можно толкаться Вы же этому Первому Джейме Даете шанс Постоянно Я так Он второй Он второй Разрулил Так сказать Боже Как это сложно Это просто Испытание Мне кажется На короле Легче всего Игру пройти А на внедорожниках Хороший поворот И Джейме Уже тут Как тут Спасибо За разгон Хотя Он не поможет Очередной Поворот Нас ожидает Ну кстати Еще очень даже Неплохо Получилось Могло быть Хуже А так По стеночке Более менее Черт возьми Опять Он на этом Повороте Уделывает И Финиширует Первым Просто Офигенно Я не знаю Как нужно В это играть Чтобы Никого Не заносило Они мне Не мешали Вот смотрите Он всех Перекрыл Вот что Я могу Назвать Ящиком С болтами Во втором Он на граунде Да 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 Джейме Без вариантов Вообще Просто Без шансов Унижает Да даже Если я Пройду Все идеально На последнем Повороте Он просто Догонит Что бы я там Не делал Это я Сейчас Нажимал Поворот Вправо Если что Только Если Джейме Сейчас Не врежется Куда-то Или я Не воспользуюсь Вот так Вот Не сделаю Например Ну Даже Это Не помогает Он Спокойно Проходит Дальше Короче Нужно Сменить Машину Или Прокачать Но Я Посмотрю Сейчас Мне Нужно Автосалон Где Это Вообще Ну Кстати Недалеко Зачем я взял Именно Кадиллак Наверное Я просто Не планировал Хотя Может быть Не знал Что он так Фигово Поворачивает Посмотрите Нет В любом Случае Лучше Сразу Поинтересоваться Что по Характеристикам Других Машин Давайте Посмотрим Так Хаммер Управляемость Ничтожная Тут Еще Хуже Так У меня Управляемость Очень даже Неплохая Просто Стоило бы Прокачать Ну Хорошо Хорошо Раз Все так Неплохо Стоило бы Заняться Прокачкой Так и быть Гонок Еще много И дуэлей Тоже Так что Это не принципиально Так Запчасти Стайлинг Пока мне Явно не нужен Так Что вы можете Мне предложить По идее Все детали Первого уровня Можно поставить Двигатель Например Тот же Да Правда Блин Дорого Стоит ли оно Того вообще Максимальная скорость Настолько Выросла Нифига себе Спасибо Я знаю Я это все Ставил Да Резина Мне явно Может помочь Кстати И тормоза А Все На этом Все закончилось Хорошо Я потратил Почти Шесть тысяч Не важно Не важно Оно того стоило Я буду проходить На нем Все гонки Так что Не волнуйтесь Все гонки Которые будут Вообще Открываться Для Недорожников Я буду проходить По мере возможностей Вот сейчас Еще две гонки Осталось Кстати Не знаю Как по управлению Все такое же Днеповоротливое Ладно Может быть Чуть лучше Но по скорости Заметно так Прибавило Плюс Нитро есть Нитро может Спасти Ну что Попытка Номер Какая там Пятая Да Пройти эту Долбаную Кольцевую Гонку Но они же Наверняка Тоже прокачались Верно Правильно Самовыпиливайтесь А Джейми Теперь на другой Машине Катает Нормально Да Почему Джейми Не выпиливается Я тебя Сам выпилю Отлично Но это ненадолго До первого Поворота Не ну кстати Получше Получше Плюс можно еще Нитро задействовать Данный поворот Можно спокойно Проходить по стенке Тут не страшно Барьер спасает В первом Отдеграунде Он бы не спас А вот данный Поворот Как его проходить Только если Вот так И потом Разгоняться По прямой Кто-то Может меня Спасти И Как-то Вот так Прохожу Этот поворот Давай Дай мне скорости Джейми Спасибо Что ты ничего Не дал Он просто Догнал И все Это намек Что у меня В принципе Уже шансов Нет Потому что Он максимально Близко А тут Поворот Невозможно Будет пройти Не дав Ему преимущества Кое-как Я просто Сейчас заблокирую Его и доеду До фидиша Вот это Да Победа Заслуженная Хаммер H2 у него Ну Хаммер управляется Хуже Чем Эскалейд Там даже По характеристикам Видно было Но Но почему Ботам Пофиг На это Так Еще одна гонка Осталась На внедорожнике Наверное Следующая гонка Точнее Следующие Гонки Откроется Уже На третьем Этапе Но я пока Не буду Проходить Профлигу Отель Плаза Если б я еще Вспомнил Где это Когда они Звонят Они говорят О скрытой гонке Дают примерный Ориентир И типа Езжай туда Потому что Возможно За это будут Платить Немало денег Я не против Отель Плаза Находится Точно в центре Города Вот где Конкретно Ориентир Жене поставишь Или ту же Метку Чтобы стрелка Тебе все Показала Что у нас Здесь Мартин 300 долларов Как много Вот что я тебе Скажу Птичка У тебя нет Ни малейшего Шанса В этом заезде Но я все равно Возьму у тебя Деньги И пропущу тебя На старт Чтобы ты сам Убедился В этом Какой благородный Он Все равно Меня допустил Чтобы меня Тут унизили Это такой план Чтобы максимально Загнать меня В тильт Оу Мартин На первом месте Сразу Сразу Выпилился Это было эпично Я кажется Знаю Как проходить Эти заезды Просто берешь И разворачиваешь Машины Они максимально Легко разворачиваются Потому что Все уходят В моментальный Занос Они в принципе Без меня Справляются С Задачей Войти в занос Конкретно Но я могу Помочь Будет еще лучше По моему Судя по таким Поворотам Данная гонка Будет все таки Полегче Хотя Я вот вижу Что впереди Чувствую Там полный Триндец Будет Когда доедем Туда Она еще и Длинная Все шоссе Проехать Надо Куда я поехал Зачем По левой стороне Жим Медленнее Кстати Почему-то Трафика Вообще На дорогах Нет Поэтому Есть Объяснение Хотя С другой стороны Если бы он был Я бы тут Явно Не смог Проходить Вот Шикарный Поворот Впереди Его на короле В принципе Тяжело Пройти Без Ручника Но вот На кадиллаке Кстати Я слишком Затормозил Можно было И не так сильно А вот здесь По другому Не получится Я бы Честно говоря Уже занялся Регулировкой Кадиллака Потому что В его случае Надо сразу Управление Настраивать Но я не знаю Это поможет Но вот Мусорка В которую Я бы 100% Въехал Если бы Попытался Сразу Повернуть Тупо За счет Заноса Почему за Такую Длинную Гонку Платят Так же Как за Вот те Короткие Которые Я мог Спокойно Пройти С первого Раза Если бы Прокачал Машину Но вот Эти 6000 Которые Я потратил Сразу На Прокачку Эскалейт Я Наверное Буду Отбивать Очень Долго Боже Это ужас Считайте Все Заработанное Вот так Вот Потратить На Неуправляемое Корыто В гонках С которым Платят Всего Лишь По 300 Баксов Я не помню Сколько Сейчас Платят На Короле По моему По 750 Да Как раз Таки И это Как бы Нормальная Сумма Более Менее Может быть Скоро Косари Будут Давать Не Кажется Ли Вот Сейчас Начался Дождь Машину Еще Хуже Заносить Начало То есть Даже В Андеграунде Такие Мелочи Проработаны Имею ввиду Во втором Андеграунде Конечно В первой части Дождь Вроде бы Был Но Он был Заскриптованным И не в каждой Гонке Вообще Можно было Его наблюдать Потому что На такой Скорости Вот я даже Не 200 еду Примерно Около того На такой Скорости Очень тяжело Среагировать И сразу Повернуть Тем более На такой Машине Во И смотрите Как раз За счет той Стенки Можно повернуть Кстати Мне повезло Потому что Коллизия Немножечко Не так работает Я бы сейчас Врезался в это здание Но Меня отбросило Но я все равно Не понимаю Зачем Во втором Андеграунде Нужны В принципе Эти внедорожники Потому что Как мне кажется Need for Speed Это больше Заточено Под Стритрейсинг И под Гоночные машины Все таки Хотя Учитывая Какие машины В этой игре Есть Не из класса Внедорожников Которые мы можем Спокойно Превратить В гоночные Тоже Бывают вопросы Это как В том же Мастлондаде Например Берешь Начальный Кобальт И проходишь На нем Всю игру Спокойно На Кобальте Выигрываешь И Мурселага Да Или Нет Коярда Было Да Которая У Минго Или BMW М3 Просто потому Что ты Поставил Крутой Движок Ну и Все детальки Это же Так Реалистично Эх 300 долларов Всего лишь Ну я По крайней мере Прошел Все эти Гонки Все Больше Ничего Нет Только Профлига Ну что Получается Профлигу Тоже Можно Проходить Ну и Эти Все Гонки Тоже Можно Проходить На Внедорожнике Они Не Исчезли С Карты Но Делать я Этого Не буду Потому что Для Таких Случаев У меня Есть Нормальная Машина Королла Кстати Что По Скорости Максимальная Скорость У Кадиллака Гораздо Выше Что Самое Смешное И По Ускорению Он Почти Не Отстает Хотя Стоп И Там И Там Детали Одинаковые Но Максималка Действительно Выше Интересно Но При этом Всем Оно Компенсируется Ужасным Управлением Которое На короле В разы Лучше Так Давайте Поучаствуем Еще Например В спринте А так Всего Пару Гонок Осталось В следующей части Вообще Пройдем Все И что Тогда Останется Только Профлига А Еще Дуэль Точно В следующей серии Можно будет Пройти Оставшиеся Гонки Так Это Что Это Скрытое Подождите Если Уберу Метку Нет Как Убрать Метку Отключить GPS Это Скрытая Гонка Ух ты Это Находка Возле Заправки 750 Но Опять Таки Платят Так же Как За обычное Давай Деньги И становись На старт Когда Доплетешься До финиша Устроим Поминки По твоей Развалюхе Мне Недолго Осталось Не Ну Конечно Если бы Я приехал На Кадиллаке То Можно Было Устроить Поминки Но В данном Случае Я вас Всех Уделаю И все Равно Что у Вас Эклипсы Нифига Себе Я был Не прав Они все Таки Мощные Сходу Дали Мне Понять Что Стоило Бы Наверное В профлигу Пойти И открыть Новые Детальки Чтоб Потом Эти Гонки Выполнить Но Уж Нет Я Думаю Что Все У меня Получится Хотя Я отвык За Вот эти Полчаса Сколько Я там Гонял На Кадиллаке Отвык Полностью От управления На нормальных Машинах Она же Просто Летает Посмотрите На Не Ну Такие Повороты Даже На ней Не Пройти Понятное Дело Что Нужно Сбрасывать Скорость Но Вы Представьте Как Бы Я Дрифтил На Кадиллаке Если Бы Сюда Заехал Я Не Повернул Бы В Жизни Я Там Бы И Застрял Нифига Ты Жесткий Но Королу Тебе Не Уделать Я Ее Прокачал Интересно Что дает Вообще Прохождение Скрытых Гонок Помимо Денег И то Как я вижу Деньги Такие же Платят Ну Что это Было Он Просто Взял И Подставил Да Моментально Застопили Видели Я даже Не мог Сдвинуть Его С места Это То есть Королу Настолько Медленная Или Легкая Машина О боже Просто Из-за Одной Машины Переигрывать Почему Они так Порваются Вперед Как будто Знаете Как в Карбоне Машина Другого Класса Уже Класс 2 Против Класс 1 Ну и то Я так Проходил Игру Полностью У меня Было По моему 240SX Это Класс Первый Я на нем Проходил До Ориуса И даже Так Все Получилось Как обидно Вообще Сливать Гонки Из-за Того Что Врезаешься В одну Машину Всю Дорогу Едешь Нормально И потом Вот Да 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 Хорошая Попытка Вот так Вот Обойти Меня Оу Так У них Там Коллективная Авария Зашибись Надеюсь Что Это Все Черт Возьми Да Сколько Можно Ух Я смотрю Гонки Теперь Только С второго Раза Проходятся Кстати Мустанг GT Почему Я сразу Не обратил Внимание Там же Сразу Видно Что Это Он С Каких Пор Он Вообще В гонках Участвует Вроде Как Еще Не Время О Кстати Я Сейчас Активировал Гидравлику Какой Кнопкой Я Это Сделал Причем Оно Раскачка Дают Очки И пополняет Нитро Это Можно Делать Еще В самой Гонке Я Вообще Забыл Что Гидравлика Вообще В игре Есть Как Ее Выключить Вопрос Хороший А как Ее Действительно Выключись Все А теперь Включилась Да Или Как Это Нужно Я Даже Сам Не Понял Как Я Ее Активировал А Вот Это Забавно Выглядит Но Зачем Так Давайте Еще Одну Гонку Один Спринт И на этом Закончим На сегодня Я Просто не знаю Какая серия Будет По длительности Поэтому Чем Чем Больше Запишу Тем Лучше О Подсказка В старом Городе Есть Магазин Аксессуаров Но Я Уже Его Находил Я Вроде Все Нашел Все Магазины Которые Сейчас Доступны Или Там Есть Скрытые Так Господи Как Заехать На этот Долбанный Мост А еще Кстати Я Видел Мод На То Чтобы Использовать Fast Travel Ну или Быстрое Перемещение Во втором Underground Такой Мод Реально Есть То есть Это не только Моя Проблема Была Что Надоело Ездить Постоянно Туда Сюда Ладно Давайте Я его Уделаю Так Тебе И Надо Удачи Он Уже Не Сможет Оклематься После Такого Отлично А Я же Хотел Еще Скрытую Гонку В районе Отеля Плаза Поискать Или Я ее Уже Выполнил Я Совсем Запутался Мне же Звонил Ронни Ну вы Поняли Рассказывал Что Будет Какая Гонка Так Это Последний Спринт Пока Что На Карте Насколько Я Понимаю Да Ну Видимо Да Хорошая Реакция Это Залог Успеха В Спринте Одно Неверное Движение И ты Проиграл Удачи Приятель Это Это Уж Точно Одна Машина Которая Выезжает Из-за Поворота И тебе Хана Оу Два Мустанга Ну Ну Что Это Вас Так На Мустанге Потянуло Знаете Я Наверное Неправильно Сделал Мне Стоило Сначала Проходить Первый Андеграунд Второй И только Потом Мост Вон Потому Что Получается Как То Совсем Не По Порядку Ну И Карбон Тоже Само Собой Да И Андеркавер Я Там Допускал Слишком Много Ошибок Во время Прохождения Мне Реально Стыдно Что Многого Я Не Знал И Тупил Но Увы Прохождение Уже На Канале И Перезаписывать Его Это Не Вариант Да Я Говорил Что Возможно Буду Проходить Версию Для Плейстейшн 2 Потому Что Она Отличается От ПК Версии Молодец Спасибо Воспользовался Твоей Ошибкой Надо Только Грега Догнать Этого Ну Короче Боже Что У Него За Спойлер Что Это За Безумие Там Стоит Или Точнее Безобразие Полнейшее Какие То Рога Ну В Общем Я Б С Радостью Это Все Записал Сейчас Но Прохождение Уже Есть Поэтому Увы Тот же Undercover У меня Тем более Тогда Еще Старый Компьютер Был Записывал Я В 30 FPS Или Со Старым Микрофоном Короче Вот Эти Все Проблемы Еще Тогдашние Сейчас Бы Их Уже Не Было Но Если По Такой Логике То Надо Вообще Все Перезаписывать Все Что Когда Либо У Меня Было Да Черт С ним На самом деле Я Вижу Многим Из вас Даже Нравится До сих Пор Пересматривать Этот Most London Хотя Я Даже Серии Там Особо Не Называл У меня Просто Была Часть 1 Часть 2 Часть 3 Когда Я Начал Проходить Underground 1 Я Задумался Над тем Чтобы Делать Уникальное Название Для Каждой Части Ведь Это Во-первых Информативно Зритель Понимает Что Ты Примерно Будешь Там Делать Во-вторых Это Гораздо Удобнее И Для Меня Само Собой Поэтому Сейчас Таких Легких Названий У меня Уже Не Будет Для Каждой Серии Я Стараюсь Что-то Уникальное Придумать Я бы И Мост Переименовал В сети Серии Но Их Слишком Много И Тогда Пришлось Бы Еще Картинки Перерисовывать Ну Переделывать Кому Это Уже Нужно 300 Долларов Получил Ну По крайней Мере Из 6000 Я Вернул Где-то Половину Чуть Меньше Да Но Одна Две Гонки У нас Еще Осталось Там Будет Где-то 600 Долларов И Потом Будет Наверное Может Быть Пару Дуэлей Еще Выполню И После Этого Только Проф Лига Потому Что Она Осталась Одна И После Ее Прохождения Откроется Третий Этап Скорее Сего Даже Уже Катался В этом Районе Так Что Давайте На этом Закончим Надеюсь Что Видео Вам Нравится Я Не знаю Когда Будет Следующая Серия Я Уже Об этом Вначале Говорил Но Если Что Следите За Новостями Может Быть Я Даже Буду В Новые Гонки Никуда Это Забрасывать Не Буду Потому Что Потратил Около 6000 Как То Обидно И Заработал Только 900 Да Это Ж Не Дело В В В